В этом году палаты предпринимателей Алмазинской области в целях защиты прав представителей малого и среднего бизнеса и создания различных благоприятных условий сформирован совет по семи отраслям. Особое внимание было уделено промышленности и недропользованию, отраслевому совету по делам строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленному комплексу, туризму, образованию и здравоохранению. Так, с начала года проведено 12 заседаний вышеуказанных отраслевых советов. Рассмотрены пути решения 34 проблем, встречающихся в указанных сферах, основными из которых являются нехватка электроэнергии, необходимые производственным центрам, дефицит земель для агрокомплексов и крестьянских хозяйств, а также получение субсидий и льгот, предоставляемых государством. Есть проблемы, которые были решены в режиме реального времени. Помимо них, существуют вопросы, решения которых вызывают некоторые сложности. Их невозможно разрешить за один или несколько дней. Например, это касается сфер энергетики, строительства и логистики. А по другим вопросам, исходя из предложений, направленных в Акимат Алматинской области, в настоящее время принимаются меры. В Алматинской области насчитывается более 50 тысяч хозяйств, занимающихся земледелием. Одно из них – кооператив «Ахузек», расположенный в селе Щенгельде. Несколько выращиваемых здесь видов продукции экспортируются на территорию области и в соседние страны. Однако в последнее время цена воды для полива сельскохозяйственных культур бьет по карману, сетуют фермеры. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Семья Майлыхановых сельским хозяйством занимается уже более 20 лет. Дело начинал еще мой дедушка, рассказывает Думан. Подметив, что потомки с радостью перенимают бесценный опыт и дальше развивают семейный бизнес. На сегодняшний день в собственности кооператива имеется более 250 гектаров земли, на которых выращивается кукуруза, сахарная свекла, лук, дыня и арбуз. По словам Думана, он унаследовал это дело от своего деда. В прошлом году мы отправляли арбузы в Монголию, немножко лука репчатого отправили в Монголию. Касательно кукурузы, кукуруза она здесь полностью в Алматинской области. Получается, шамалганский завод, элеватор басирки и крахмалопаточный завод в фабричном находится, они тоже небольшой объем скупают. Семечки, это как опытный образец в этом году, только посеяли, они уже созревают. А арбузы уже продали, практически, сейчас осталась мелочь. Сегодня вечером соберем, получается, это для рабочих и для малоимущих тоже мы помогаем, раздаем арбузы. С 1994 года мы занимались как крестьянское хозяйство, тогда был очень маленький участок земли, мы сеяли лук в основном, это наша самая основная культура была. Затем до 2016 года работали как крестьянское хозяйство и потом уже организовали сельскохозяйственный производственный кооператив. И на базе этого кооператива мы начали сеять сахарную свеклу. Однако владелец крестьянского хозяйства, занимающийся бизнесом уже на протяжении нескольких лет, говорит, что в этом году цена на поливную воду сильно выросла. Стоит отметить, поливная вода на эти земли подается частными насосными станциями. По словам Думана Майлыханова, еще одна проблема заключается в том, что система подземного водопровода сильно изношена. К тому же уже давно вышла из строя. В результате фермеры вынуждены использовать подручные средства. В большинстве случаев это приводит к потере и без того дефицитной воды. Здесь, в Шенгельдинском сельском округе, настолько изношены оросительные сети. В свое время мы писали в министерство письмо о том, что оросительные сети изношены на 99,9%. Почему? Потому что они были построены в 70-е годы. Соответственно, сейчас 2023 год. Уже сколько лет прошло, они давно прогнили. Об этом уже знают не понаслышке и в министерстве, и комитет водных ресурсов, и Балхаш-Алакульская инспекция в том числе. Они все знают об этом прекрасно. Вот из-за оросительных сетей у нас получается нет возможности сейчас поливать через трубы. И в основном полив идет по лотку, далее спускается по земле, и нарезаем реки, и по рекам течет вода. По словам председателя кооператива, этот вопрос уже рассматривается на республиканском уровне. Совсем недавно здесь побывали депутаты Сената, чтобы ознакомиться с возникшей проблемой. Но даже визит народных избранников не повлиял на стоимость поливной воды. Цена осталась прежней. Напомним, в Алматинской области насчитывается более 460 пахотных земель и около 50 фермерских хозяйств. В Мангистауской области завершился второй этап совместного оперативно-тактического учения Канжар-2023, в котором приняли участие военнослужащие сразу двух государств Казахстана и Узбекистана. За активной фазой учения наблюдали министры обороны двух стран Руслан Жаксылыков и Бахадыр Курбанов. Подробности в нашем следующем сюжете. Первый этап в формате компьютерных командно-штабных учений был проведен в Узбекистане еще в начале августа текущего года. На втором шаге практические действия отрабатывались как днем, так и ночью на базе учебного полигона Оймаша Актаусского гарнизона в природно-климатических условиях, осложненных высокой температурой воздуха и запыленностью. Совместное оперативно-тактическое специальное учение направлено на выработку оперативной совместимости алгоритма реагирования на случай возникновения террористической угрозы и обеспечения военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, на учении были обработаны эпизоды ухода в отрыв от противника, действия в засаде освобождения и удержания населенного пункта штурмовым отрядом днем блокирования и уничтожения незаконных воинских формирований в ночном бою. По замыслу учения в регионе активизировались группировки международной террористической организации. Для обеспечения маршрутов наркотрафика они создали опорные базы, схроны оружия и боеприпасов. Перед сводным тактическим отрядом подразделения специального назначения Казахстана и Узбекистана поставлена задача обнаружить, локализовать и ликвидировать незаконные вооруженные формирования. В ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружена одна из баз боевиков. На пункт управления военнослужащие отряда специального назначения передали результаты работы беспилотных комплексов. Авианаводчики выдали летчикам точное местоположение цели. Вторая группа спецназа по приказу командования при поддержке армейской авиации уничтожила условного противника, совершив налет на базу боевиков. Учение проходило в условиях, максимально приближенных к реальным. В них были задействованы боевые машины пехоты, артиллерийские и зенитные комплексы, вертолеты Ми-8, Ми-35, самолеты Су-30СМ и беспилотный летательный аппарат Skylark OneLex. Жандос Назарбаев, телеканал ЖТСУ при содействии пресс-службы вооруженных сил Республики Казахстан. Пожарная безопасность в жилом секторе. Специалисты департамента ПЧС Алматинской области приступили к профилактике по соблюдению пожарной безопасности в предстоящий отопительный период. Об этом на площадке региональной службы коммуникации региона проинформировали сотрудники Управления гражданской защиты. Кроме того, стало известно, что основной рост количества пожаров в жилом секторе приходится именно на отопительный период. По словам специалистов, это связано с тем, что домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность. В целях повышения уровня мер предосторожности среди населения ежегодно проводится адресная профилактическая работа, в том числе подворовые обходы, вручение памяток. Кроме того, в выходные и праздничные дни с использованием громкоговорителей в местах массового скопления людей проводятся выступления на противопожарную тематику с учетом оперативной обстановки. Однако, несмотря на это, по-прежнему наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. В целом, за истекший период текущего года на территории области произошло 365 пожаров, на которых погибло 16 человек, материальный ущерб составил 42 миллиона тенге. Как все мы знаем, у нас в преддверии отопительного сезона проводятся профилактические мероприятия, то есть так как основное количество пожаров происходит именно в жилом секторе, то есть это порядка 65% от общего количества. Согласно плану мероприятий по предупреждению пожаров в отопительный период 2023-2024 года, у нас уже с 1 августа начались профилактические мероприятия. В первую очередь мы охватываем социально уязвимые слои населения. Будут проведены мероприятия также в учебных заведениях, то есть с детьми, с родителями, с преподавательским составом. Первый этап у нас задействовано порядка 150 человек, сотрудников органов гражданской защиты. Напомним, за 7 месяцев текущего года произошло 237 пожаров, в которых погибло 11 человек. Также жертвами отравления угарным газом стало 4 жителя региона, трое из которых дети. Еще 4 человека получили травму различной степени тяжести. Основными причинами гибели людей послужило состояние сна, паника, неправильные действия при пожаре. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области в очередной раз предостерегают жителей частного сектора не нарушать типовые правила пожарной безопасности. Следует помнить, что стихия огня не терпит безответственности. В этом году в Алматинской области от укусов бродячих собак и кошек пострадало более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние дети. По словам медработников, ежегодно более 4000 жителей получают травмы от бродячих животных, обращаются за медицинской помощью и принимают специальные вакцины. Эпидемиологи подчеркивают, что бешенство распространяется через слюну животного, что приводит к летальному исходу без вакцины. Прививка, проводимая для профилактики заболевания после укуса животных, состоит из пяти доз. В настоящее время необходимых препаратов в области достаточно. Специалисты советуют в случае травм, полученных от животных, промыть рану хозяйственным мылом и обязательно обратиться за помощью врачу. Стоит отметить, что за последние 10 лет в регионе не зарегистрировано случаев бешенства. Последний раз такая ситуация была выявлена в Елийском районе в 2013 году. Полный курс прививок для профилактики бешенства состоит из пяти уколов. Отмечу, что первая вакцинация проводится в день обращения за медицинской помощью. Последующие прививки через 3, 7, 14 и 28 или 30 дней. При этом тем, кто был укушен дикими животными в уязвимые места, обязательно перед вакцинацией вводят антирабический иммуноглобулин. 17 новых сортов кукурузы вывела женщина-агроном Диляра Айкозина из товарищества Будан Агро и Бешказахского района. При этом только у культуры под названием «степная красавица» около 20 видов. Два десятка лет своей жизни женщина-селекционер посвятила тому, чтобы повысить урожайность этих сортов. Сегодня выращенные ею семена используются фермерами всей Алматинской области. В следующем материале наш корреспондент расскажет о том, как героиня сюжета стала агрономом и что сподвигло ее посвятить свою жизнь любимому делу. Слово Шандосу Назарбаеву. С раннего утра и до поздней ночи Диляра трудится на этом кукурузном поле. Даже в жаркие и дождливые дни она не перестает заниматься выращиванием царицы полей. За плечами Диляры 20 лет стажа в агросфере. В результате кропотливой совместной работы с казахстанскими учеными женщина-агроном вывела в оборот 17 новых высокоурожайных, адаптированных к местному климату, сортов кукурузы. До семи поколений нельзя скрещивать между собой родственников. Не будет никакого потенциала урожайности, не будет разнообразия. Отцовская форма нам нужна буквально для опыления. И через опыление, через 10-12 лет она удаляется. И остается только материнская форма. Это увеличивает площадь питания, увеличивает процесс фотосинтеза и равномерное созревание. Вот те самые новые сорта, которые в последние годы активно используются фермерами страны через товарищество Будан Агра. Стоит отметить, местное семеноводческое хозяйство не имеет аналогов. К тому же за счет поставки новых сортов злаковых ежегодно компания обеспечивает аграрии в стране семенами кукурузы до 60%. Дилярая Козина с гордостью утверждает, что новые сорта царицы полей соответствуют всем стандартам качества. Наши гибриды в зависимости от группы спелости имеют очень хороший генетический потенциал урожайности. Также они обладают очень хорошей пластичностью. То есть в различных годах, при различных климатических условиях и также по почве они дают урожай, который практически конкурентоспособен. Значит, если мы возьмем группу 300, это может быть урожайность от до 8 тонн, группа 400 до 12 тонн и группа 600-700, поздние гибриды, потенциал урожайности от 14 до 17 тонн. Диляра Айкозина уроженка Акмолинской области. Выпускница биологического факультета Казахского национального университета имени Альфараби. Трудовую деятельность начала в 1993 году в Алма-Атинской области. Почти 10 лет работает научным сотрудником в Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства. Тесная работа с академиками помогает Диляре набраться опыта в любимом деле. Также с 2002 года женщина трудится агрономом в компании Будан Агра. В коллективе она пользуется особым уважением коллег. С Дилярой мы работаем бок о бок на протяжении 8 лет. За это время она зарекомендовала себя как очень квалифицированный специалист. Ведь только благодаря участию в научном проекте Диляра вывела большое количество новых сортов кукурузы. Она не только развивается сама, но и учит всех нас тонкостям селекции, объясняет различия каждого сорта. В этом году Диляра Айкозина отметила свой 55-летний юбилей. Женщина намерена продолжать любимое дело. «Хочу внести вклад в повышение сельскохозяйственного потенциала страны», – резюмировала она. А в том, что у Диляры всё получится, нет сомнений. Ведь доказательством тому стали новые, но уже ставшие уникальными сорта царицы полей. В городе Кунаев стартовал республиканский конкурс среди кюйши, посвященный 200-летию Кожике Назарула. В музыкальном состязании примут участие 17 дамбристов из разных областей Казахстана. Чтобы в процессе конкурса не возникло недоразумений, члены жюри провели пресс-конференцию. Тему продолжит наш корреспондент. Конкурс «Тарту» был организован в честь основателя житцузской музыкальной школы Кожике Назарула. По словам организаторов этого состязания, творческое наследие выдающегося казахского музыканта исследователи начали прославлять лишь в последние 30 лет. История гласит, что Кожике Назарула был не только кюйши, но и умело совмещал в себе ещё несколько ипостасей. Он был бием, волосным, а также батыром. На брифинге организаторы мероприятия и члены жюри поделились новой, ранее никому неизвестной информацией о творчестве великого музыканта. В мае этого года в Алматинской области была проведена научно-практическая экспедиция, в рамках которой мы нашли некоторых родственников Кожикена Назарулы. Легенды и рассказы о нём встречаются повсюду. Обо всём этом будет написано в специальной книге. Хочу отметить, на сегодняшний день уже вышли два издания о великом кюйши. 18 числа этого месяца в его родном городе пройдёт международная научная конференция под названием «История и традиции». Главным событием юбилейного года является творческое состязание среди домбристов, резюмирует жюри конкурса. Здесь собрались артисты из разных областей страны. Они будут исполнять произведения Кожике Назарула, а в будущем прославлять его музыку в своих регионах. Так как на сегодняшний день о жизни и творчестве выдающегося музыканта знают немногие. Потому, по словам организаторов, их главная цель – широко популяризировать его наследие. Произведения Кожики Назарулы не так широко пропагандируются по сравнению с творчеством Курмангазе и Таттымбета. Работа в данном направлении только начинается. Также хочу пожелать всем музыкантам удачи в их творчестве. 17 домбристов, принявшие участие в этом конкурсе, будут состязаться в два этапа. По условиям мероприятия каждый из них должен исполнить четыре произведения. При этом два кьюя должны быть из репертуара Кожике Назарула. В рамках юбилейной программы пройдет научная конференция. Также, по словам организаторов, состоится презентация книги и гала-концерт. На нем станут известны результаты музыкального конкурса «Тарту». Казахстанец Владимир Селевич собрал солнцем мобиль и отправился на нем путешествовать по стране. Машина выдерживает семь часов без подзарядки. Солнечные панели находятся на крыше авто и могут подниматься, чтобы направлять ее на солнце. Владимир собрал автомобиль всего за два месяца. На разработку он потратил порядка двух миллионов тенге. Стоит отметить, машина может проехать до 280 километров на одном солнечном заряде. Чтобы это проверить, мужчина отправился на своем автомобиле по путешествию в стране. Новый экзамен на права без коррупционных рисков тестируют разработчики в Алматы. Пилотный проект уже ввели в двух центрах обслуживания населения. Идея создать собственный проект и с его помощью искоренить коррупцию в сфере выдачи водительских прав появилась у молодых людей Санжара и Эльдара еще два года назад. Собрав целую команду автоэкспертов, парни начали разработку своего проекта. Ведь процесс экзаменов транслируют по телевизорам в общем зале. Прозрачные столы и видеокамеры над монитором снизили количество успешно сдавших на 30%. Только такие строгие условия на экзамене позволят искоренить коррупцию и положительно повлияют на подготовку кандидатов, а значит и на дорожную ситуацию, считают авторы. Стартаперы надеются, что правительство одобрит их проект и внедрит эту экзаменационную модель с обновленными вопросами по всей стране. В Афганистане разворачивается самый масштабный гуманитарный кризис на планете, передает Хабар-24. В помощи нуждаются порядка 30 миллионов человек. Это данные Международного комитета спасения неправительственной организации, которая помогает пострадавшим от кризисов. В их отчете сообщается, что один из самых высоких показателей недоедания зафиксированы в Афганистане. От него страдают более 3 миллионов детей и свыше 800 тысяч беременных и кормящих матерей. Врачи США провели уникальную операцию, благодаря которой парализованный мужчина смог снова двигать руками и даже воспринимать предметы на ощупь. Для этого в головной мозг пациента вживили 5 микрочипов. Уникальная операция длилась 15 часов. Ее проводила команда ученых, инженеров и хирургов из Института медицинских исследований Файнштейна. За это время пациенты несколько раз выводили из наркоза для того, чтобы он смог находиться в создании и общаться с врачами для того, чтобы они понимали, что все это делают правильно. Микрочипы соединяют головной мозг мужчины со спинным, а искусственный интеллект превращает мысли Томаса в электрические сигналы и направляет их к мышцам и спинному мозгу. Они словно обходят травмированный участок и восстанавливают связь с телом. Это операция очень важна для меня. Это моя попытка обрести независимость. Врачи сказали, что я больше никогда не смогу двигаться, и то, что происходит со мной сейчас, невероятно. Я никогда не думал, что это возможно. Сейчас я счастлив, что попробовал. Я благодарен всем, кто помог мне в этом. В Ирландии вспоминают жертв одного из самых кровавых терактов в истории Великобритании. Ровно 25 лет назад в городе Ома в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 29 человек. Больше 200 получили ранения. Ответственность вела на себя террористическая организация под названием «Подлинная Ирландская Республиканская Армия». Теракт стал эпизодом вооруженного противостояния между британскими властями и местными национальными организациями касательно статуса региона. По подозрению, в причастности были арестованы десятки людей. Однако никто так и не был осужден. Сегодня сотни людей приняли участие в поминальной службе. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале ЖИЦУ и будьте в курсе событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин